Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня предельно важное для здоровья видео «Свет и зрение в быту и на работе». На моем канале выходило два видео по зрению. Как улучшить и восстановить зрение, от чего оно портится, травы и гимнастика для глаз. Верните себе зрение. И второе видео «Грипп-сморчок для зрения». В них вы найдете для себя ответы на практически все вопросы, которые только могут возникнуть по поводу восстановления зрения. А данное видео о влиянии света бытовых источников освещения, то есть ламп и лампочек. И какие же лампы безопасны для зрения и предпочтительны. Именно про правильные лампы будет основная часть данного видео. Лампы в быту бывают в основном трех видов. Это накаливание старой, известной нам еще с времен лампочки лича. Люминесцентные лампы, вредные, поскольку внутри пары ртути. Разбив такую лампу, можно нанести непоправимый ущерб помещению, семье, но и себе лично, а также почве, если разобьется это где-то, скажем, на улице и рядом грядки, огород, не дай бог. И третий, это светодиодные лампы. Самые последние, которые недавно, относительно лет 20 назад, появились и недавно вошли в обиход массово. Я лично пользуюсь светодиодными лампами более 15 лет. Вот как они только стали появляться. Один из первых я стал их применять. От самых дорогих, первых немецких, еще тогда, которые производились в Германии, до десятков видов китайских, и через меня за эти годы прошли тысячи ламп разной конфигурации, мощности, размеров и качества. Мы даже открыли свое производство, о чем я скажу в конце видео. Кстати, первые вкручиваемые в стандартный патрон Е27 лампочки немецкие я покупал по 100 долларов. Это было там лет 15, если не более назад. А вообще, чтобы видео было полным, но за секунду, вот какие вообще бывают виды ламп освещения. Будущее в мире в быту, конечно же, за освещением светодиодными лампами из-за своей колоссальной экономичности. То есть малого потребления электроэнергии и высокого качества светодиода способны дать 1 к 10 по сравнению с лампами накаливания. То есть светодиодная лампочка в 5 ватт может светить точно так же, как лампа накаливания в 50 ватт. Но большинство светодиодных ламп имеют недостатки. Это белый свет, вредный для глаз, неполный спектр и мерцание. То есть пульсация. Частота мерцания в 300 Гц у всех энергосберегающих лампы светодиодных отрицательно влияет на нервную систему человека. Это мягко сказано. Портит зрение. Снижается работоспособность, увеличивается раздражительность и утомляемость. Страшнее то, что нарушается гормональный фон, сбиваются суточные ритмы. Ни в коем случае не используйте белый свет, он вреден, потому используйте только теплый. Конечно же, существуют фильтры пульсации, но производители используют в основном дешевые, экономят. А надо использовать дорогие высококачественные драйверы, но мало кто это делает. И, конечно, надо использовать качественные светодиоды, дорогие японские, американские. Тогда долговечность действительно может быть до 50 и даже до 100 тысяч часов работы. А порой купишь где-то по срочности в супермаркетах, в крупных центрах или на рынках, или через интернет. И бывает, что такие лампочки перегорают через неделю или месяц, а иногда через несколько дней. Хотя они должны служить до 5, 10, а иногда до 20 лет. Некачественные дешевые лампочки, китайский пластик дискредитируют светодиодные лампы эту технологию. Именно потому мы и решили создать свое производство, изучив эту тему досконально и пригласив в сотрудничество очень серьезных специалистов в этой области. Используя наши лампы полного солнечного спектра, а мы выпускаем именно такие, уходят и напряжение зрения, увеличивается работоспособность, улучшается память. У наших ламп теплый естественный солнечный свет. Глаза не напрягаются, а напротив отдыхают. И даже улучшается зрение, потому что проблема со зрением, в том числе в наше время, из-за вот этого ужасного освещения. Посмотрите непременно на нашем сайте информацию о наших лампах, но я кое-что сейчас вам расскажу. И, кстати, про цоколи E14, E27, которые вворачиваются в патроны. Я сегодня о этих говорить не буду, я расскажу отдельно, сделаю видео. Достойных ламп на рынке сейчас вообще нет. Мы постоянно испытываем различные китайские лампы разных производств. У моего партнера по производству ламп была специально сделанная, разработанная партия, не имеющих аналогов, лампочек E27, E14, самых лучших, которые до 100 тысяч часов светят, любое количество включений-выключений выдерживают. Сейчас их нет в продаже, их осталось там очень мало. Мы даже хотели наладить производство в России, но не нашли качественную линию, да и таможенные проблемы последнего года ввоза в страну чего-либо обострились. Скажем, мой один товарищ ждал свой груз-контейнер пять месяцев на таможне. Потому по производству такому мы отложили запрос до лучших времен. Но мы производим лампы корпуса, вот сейчас, другого типа, то есть не под патроны, а монолитные корпуса. Итак, во-первых, вашему вниманию я хочу предложить новый светильник с универсальным освещением, который можно применять в офисах, на работе, в цехах, но и в бытовых условиях тоже. Больше не нужно будет портить зрение. По корпусу это пластик АБС ударопрочный, он не выделяет фенолы других ядов, он подлежит дальнейшей переработке, степень его защиты IP65, то есть в том числе для влажных помещений. Он хорошо и равномерно рассеивает свет, не греется при этом. Пульсация у него приближена к нулю, не превышает 2%. Включение и выключение без вспышки. Он выполнен по всем европейским стандартам. Все его детали подлежат дальнейшей переработке. Этот универсальный светильник можно использовать на улице, под навесом, в ангарах, мастерских, подвешивать на высоту до 7-8 метров, и при этом будет хорошее освещение. Можно его подвешивать и на высоту 2-3 метра, и он тоже не будет слепить глаза. Даже в упор его устанавливают и в реставрационных мастерских, и художники для ощущения полноценного света и точной передачи цветов и оттенков всех красок. В своем личном хозяйстве я эти лампы сейчас ставлю в подвалы, в зимний сад для дополнительной засветки темных участков, потому как у этих ламп очень равномерное освещение и вниз, и в бока. Я также ставлю эти лампы в технические помещения, под навесами вместо прожекторов. Они очень долговечны, не боятся перепадов напряжения и влажности. Кстати, прожектора из качественного алюминиевого корпуса с хорошим теплоотведением мы тоже можем делать под заказ. А то я сам уже устал менять и тратить деньги на дешевые китайские прожектора, которые мы покупаем сотнями в мое большое хозяйство. И они, конечно же, в основной своей массе долго не служат. А поменять лампочку удовольствия не дешевая. Электрик, работа, материалы, а потом еще утилизация. Лампа номер два. Вы, наверное, видели, да и пользовались такими стандартными потолочными лампами 60 на 60 сантиметров. Они бывают встраиваемые и накладные. Но посмотрите, как они мерцают. Какой у них спектр. Это просто смешно. И они опасны для зрения и нарушают ритмы жизни человека. Мы, конечно же, сделали аналоги, но только качественные, которые и лучше освещают помещение, равномернее освещают. И не мерцают. И долговечны, и полезны для глаз. Кстати, эти наши лампы на старые легко заменить даже не электрику, так как контакты, разъемы у нас на клипсах, то есть на зажимах. То есть установить их элементарно. Перед вами фотография кухни, которую я заказал одной компании из массива дуба для моих сотрудников по сборке ваших продуктов и товаров, которые, я надеюсь, ну вы, по крайней мере, часть моих зрителей покупает у нас. Кстати, многие мне ранее писали, покажите, мол, условия, в которых вот проживают или, скажем, работают, трудятся ваши сотрудники. Вот, например, кухня показал к слову, потому что речь о свете. Вот недавно эту лампу, что вы сверху видите, 60 на 60 сантиметров, поставили, посмотрите, какой свет, как равномерно она освещает. Это очень хорошо видно по боковым стенам, которые облицованы плиткой одного цвета, тонны, и это хорошо видно. Тень только, естественно, под нависающими шкафами, но это понятно совершенно почему. Но именно на боковых стенах все хорошо видно. Равномерный свет, даже несмотря на то, что эти лампы плоские. То есть не линзообразные, не выпирающие вниз. Как повесили новые лампы, сразу все сотрудники заметили изменения, улучшения по зрению, то есть нет усталости глаз, нет напряжения, ну и тому подобное. На следующем кадре видна зона гостиной. Рядом с кухней стоит стол, лестница, которая спускается на первый этаж телевизор на стене. Вот мы видим, что справа лампа выключена, а слева включена. Хорошо видно, как свет под углом 45, даже чуть более градусов, идет на лестницу, плавно уменьшая свою интенсивность. А вот на следующем кадре мы видим, когда включаем вторую лампу, насколько равномерным стал свет. На высоту практически до потолка, по крайней мере, до верха оконных блоков, до наличников, практически до верха телевизора, все освещено равномерно, включая зону пола, то есть сверху вниз. Теперь обратите внимание, что на складе не работает одна лампа, и несмотря на это, и на то, что почти до потолка стоят стеллажи, освещение идет практически равномерное, даже внутри полок стеллажей. Следующий кадр тоже хорошо это демонстрирует. На следующем кадре видно, что несмотря на то, что коробки стоят практически в упор к лампе, это не мешает освещению равномерному, даже под верхними ярусами полок. Свет равномерный. Третий вид ламп. Под заказ мы можем изготовить и вот такие уникальные лампы, то есть как те, что мы ставим для своих кур. Вместе с Академией наук, с агрономами и биологами мы разработали эти лампы. Они экономичны, они работают по заданному циклу, то есть имитируют восход, закат, с полной имитацией природных ритмов. Они постоянно меняют спектр, как это происходит в природе. При этом улучшаются все биологические обменные процессы. Скажем, куры лучше начинают нестись. И при этом не испытывают никаких стрессов. Четвертый вид ламп. У нас в Оранжерее стоит еще два вида светильников с очень сильной, хорошей интенсивностью излучения полного солнечного спектра под разными углами. Внимание, я отвечаю свои слова, у меня есть видео. Даже под солнцем, натуральным солнцем, развитие растений происходит не так интенсивно, как под этими нашими светильниками. Пример тому наши гигантские бананы. Скажем, на экваторе один новый лист крупных видов бананов, у которого лист размером 2 метра и более, вырастает полностью, то есть разворачивается и прекращает рост за 10-12 дней. А у нас за 5-6. А как пошли у нас в рост папайи? Просто сказка. Зелень любая прекрасно растет. Очень быстро. Купив такие лампы один раз, можно забыть уже о перегораниях. И главное, вы будете уверены в том, что это освещение будет естественно для глаз. Растения будут лучше расти. Утомляемость у вас, у сотрудников, если мы говорим о офисах или производствах, автомастерских, неважно, любых цехах. Будет лучше, люди будут меньше уставать, зрение портиться не будет. Вот так. Кстати, видео про жизнь наших растений в зимнем саду скоро будет у меня на моем втором канале «Жизнь на земле». Итак, вот эти уникальные фитолампы полного солнечного спектра мы сейчас можем делать и делаем уже на продаже. То есть, не только используем для собственных нужд, оранжерей, теплиц. И кратко я о них скажу. Во-первых, вот эти лампы для освещения и роста любых видов растений, вот смотрите, какие папайи шикарные, ананасы, которые в размахе листьев есть до метра двадцати здесь некоторые. Это и лампы для выращивания любых культур, начиная от зелени, вот буквально, ну, дней за восемь, вот это вылезло. Вот эти лампы. Обратите внимание, мерцания нет никакого. Для глаз не то, что нет вреда, а есть огромная польза. Напротив, утомляемости не будет у вас, у сотрудников, а будет напротив сохранение зрения и долгий срок жизни этих ламп, примерно рассчитанный теоретически более пятнадцати-двадцати лет сроком службы. Мы можем делать любого размера, ватности, для любых целей и задач. У нас есть лампы для курятников, для любой птицы, для художников, чтобы цвета красок передавались идеально на полотнах, для реставраторов, музейщиков, ну, вот, любого вида назначения. Есть универсальные лампы. А о них у нас есть небольшое видео, и, к тому же, вы все можете посмотреть на нашем сайте надгард.ру. В соответствующем разделе ссылочки будут даны в описании под этим видео. Вот, посмотрите, какие прекрасные папайи. Вот они наконец-то пошли в рост, просто огромный уже прирост. Вот, цветы, есть даже плоды. Вот, посмотрите, обратите внимание, это первый плод. Он начинает расти. Вот эти уникальные фитолампы. Мерцания нет абсолютно. Потолочные. То же самое. Никакого мерцания. Боковые. То же самое. На балконах для боковой подсветки крупных растений у нас находятся 140-ваттные фитолампы полного солнечного спектра. С одной стороны и с другой стороны зимнего сада. Продолжение следует...